В эфире служба новостей Саров-24 в студии Константин Перевозчиков. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. О людях в белых халатах. Клиническая больница номер 50 проводит творческий конкурс. Саровчан приглашают стать с авторами третьего тома антологии поэзии закрытых городов Росатома. Бей барабан. Во дворце детского творчества прошел смотр-конкурс знаменных групп. Далее расскажем обо всем подробно. На заседании социального комитета депутаты обсудили оказание мер социальной поддержки отдельным категориям граждан. Оказание материальной помощи больше не входит в полномочия органов местного самоуправления. По результатам проверки контрольно-счетной палаты Нижегородской области под сокращение попала муниципальная программа «Социальная поддержка граждан города Сарова». Это безнадзорные животные, это не наши полномочия, высокотехнологичная помощь, сахарный диабет, все питание, включая частную образовательную школу, естественно, и многодетно. Жилье для олимпийских чемпионов, миллион, который мы давали, ну помните, да, то есть я имею в виду жилье. Потом, значит, почетный гражданин, заслуженный ветеран, да, города Сарова. 15 миллионов жилье, которое мы давали по муниципальным учреждениям, социальные вот эти вот выплаты. И проезд на саду в огородничное общество. Сюда же входит и поддержка спортивных клубов. Выделять деньги на эти цели запрещено законом. Также, согласно акту, выпущенному после проверки, город больше не может оказывать материальную поддержку дорогостоящего лечения и помогать с оплатой покупки слуховых аппаратов. К другим новостям. Клиническая больница номер 50 ФМБР России проводит конкурс истории о медицинских работниках. Саровчанам предлагается написать рассказ о медсестре, фельдшере или враче, и о том, какую роль этот человек сыграл в жизни коллег или пациентов. История о людях в белых халатах принимается до 1 марта. Подробности далее. Врач-акушер-гинеколог Алина Левшакова только в начале своего профессионального пути. Под крылом чуткого и внимательного молодого доктора, беременной женщины, пациентки онкологического профиля с проблемой бесплодия и другими гинекологическими заболеваниями. Работы много, признается Алина Юрьевна, выслушать, разобраться в симптомах, назначить правильную диагностику и лечение. Жизнерадостнее все-таки вести беременных. Это положительные эмоции, это позитив. Все-таки все равно плюсы большие врача-акушер-гинеколога, рождение новой жизни, появление жизни. Но есть и минусы. Это боль, страдания онкологических пациенток. То тяжело смотреть на это. Но для этого и нужны врачи, чтобы сопереживать, лечить. Алина Левшакова родилась в Сарове. После школы окончила Ивановскую медицинскую академию. Получив диплом врача, вернулась в родной город и устроилась в Центр женского здоровья под покровительство Елены Кислой. Именно своему руководителю и наставнику Алина посвятила рассказ в рамках конкурса историй о людях в белых халатах. Она мой наставник, я учусь от нее, и поэтому у меня не было мыслей о ком-то другом писать. Истории могут быть также рассказаны от лица пациента, коллеги или родственника медицинского работника. Некоторые работы поведают о целых медицинских династиях. Алина Левшакова считает, что такие конкурсы в очередной раз напомнят, что медик – это профессия по призванию. Я люблю помогать самой прекрасной половине человечества. Я считаю, что это мое призвание, чтобы пациентки мои были здоровые, привлекательные, уверенные в себе. Это, я считаю, что мне не важно, чем ходить в салон красоты. Работы на конкурс принимаются до 1 марта, а 15 марта жюри определит победителей. Лучшие истории о людях в белых халатах появятся в группе КБ-50 ВКонтакте, в газете «Мединфо Саров» и на сайте клинической больницы. Дарья Цапорыгина, Владимир Лисик, Сергей Рябов, служба новостей «Саров-24». Фонд развития народных художественных промыслов Нижегородской области приглашает мастеров прикладного творчества всех направлений к участию в конкурсе «Дизайн и ремесло». Участникам предлагается разработать концепции сувениров, аксессуаров и предметов быта, которые могут быть востребованы на рынке. Они должны обладать художественной ценностью, быть модными и иметь проработанную маркетинговую стратегию. Призовой фонд конкурса составляет 1,5 млн. рублей. Заявки принимаются до 15 апреля. Другая важная информация в подборке коротких новостей. 27 февраля исполнилось 115 лет со дня рождения одного из отцов советского атомного проекта. Юлий Борисович Харитон внес решающий вклад в развитие ядерной физики и в создание бомбы РДС-1. Он трижды герой социалистического труда, лауреат Ленинской и трех сталинских премий. Фундаментальные исследования, выполненные под руководством и при непосредственном участии Юлия Борисовича, на многие десятилетия определили научно-технологическое развитие нашей страны. Саровский отдел Нижегород-Стата напоминает, что до 1 апреля все юридические лица, кроме банков, бюджетных учреждений и индивидуальных предпринимателей, обязаны сдать годовой бухгалтерскую отчетность. К организациям, которые в указанный срок не представят требуемые документы, будут применять меры административного воздействия в виде штрафов. Более подробную информацию можно получить по телефону 300-84. В четверг в легкоатлетическом манеже детско-юношеской спортивной школы состоится зимний чемпионат города по легкой атлетике. К участию приглашаются все желающие. Спортсмены разыграют награды в беге на 30, 300 и 1000 метров. Начало в 18 часов. Заявки принимаются в главной судейской коллегии за один час до начала соревнований. В австрийском Зейфельде продолжается чемпионат мира по лыжным видам спорта, где на днях разыграли награды в женской индивидуальной гонке классическим стилем. Лучшей среди наших лыжниц стала Саровченко Анастасия Седова, которая показала шестой результат. Следом за ней к финишу пришла Наталья Непряева. На 12-й строчке расположилась Юлия Белорукова. Победу в гонке одержала норвежка Тереза Йохаук. В следующий раз наши девушки выйдут на лыжню в четверг, 28 февраля, чтобы побороться за медали в эстафете. Департамент культуры и искусств в администрации Сарова приглашает горожан принять участие в создании третьего тома антологии поэзии закрытых городов Росатома. Впервые творчество почти 300 поэтов закрытых городов было представлено в антологии, которая вышла в 1999 году в Железногорске. Второй сборник увидел свет в 2011 году в Заречном. В 2019 году в издательстве города Челябинск намечен выпуск третьего тома антологии, который будет посвящен 220-летию Александра Сергеевича Пушкина. Антология поэзии закрытых городов – это сборник стихотворных произведений лучших представителей литературного мира зато. Главная цель его создателей – поиск новых талантливых авторов и развитие дружеских связей между закрытыми городами. Первое издание было приурочено к празднованию 200-летия со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина. Сегодня мы вернулись к этой теме, а мы – это города закрытые, потому что антология так и называется, антология поэзии закрытых городов, и формируем сейчас третий сборник. Первая книга антологии увидела свет в далеком 1999 году. «Саров» тогда представляли 34 автора. Среди них известны и в литературных кругах Любовь Ковшова, Павел Тужилкин, Гелий Александрович, Галина Беднова и другие. Второй выпуск вышел спустя 12 лет. Следующий сборник уже вышел с более молодыми авторами. Ну, а я надеюсь, что третья антология поэзии закрытых городов выйдет еще с новыми именами, которых мы хорошо знаем с вами в городе, но о которых еще не знают наши друзья из закрытых городов. Первые два тома хранятся в библиотеке имени Маяковского. Познакомиться с ними могут все почитатели поэзии. Есть очень глубокие произведения, есть очень интересные произведения. Каждый найдет для себя что-то свое, что-то для себя откроет, или автора, или какую-то мысль. Поэтому надо читать. Заявки на публикацию стихов саровских поэтов в третьем выпуске антологии принимают с 1 марта до 1 апреля. Всего можно представить до четырех произведений. Лучшие работы отправят издателю в Снежинск. Планируется, что третья книга антологии поэзии закрытых городов появится в конце этого года. Если театр начинается с вешалки, то спектакль начинается с плаката. В фойе третьего этажа Саровского драматического театра открылась новая выставка, посвященная театральному плакату. Все афиши, представленные на ней, авторство главного художника театра, заслуженного работника культуры Российской Федерации Владимира Ширина. О том, как рождается главный символ спектакля, расскажем далее. Владимир Ширин работает в Саровском драматическом театре более 30 лет. За эти годы он создал несколько десятков театральных плакатов. На выставке представлены работы мастера за последние пять лет. Не все, но, как он сам считает, наиболее удачные и выразительные. Плакат чаще всего устраивается так, чтобы зритель, увидя его на улице, заинтересовался, то есть, чтобы он его привлек, заинтриговал, чтобы что-то уже, как сказать, зацепило. Одни названия и картинки саровчанам знакомы, другие нет. Дело в том, что выставка рассказывает не только о местных спектаклях, но и постановках театров Москвы, Пскова, Нижнего Новгорода, Арзамаса. Всех тех городов, где Владимир Николаевич работал в качестве художника-сценографа. Плакаты выполнены в разном стиле и технике. Некоторые изображения словно сошли со сцены. Другие только намекают на главную тему постановки и заставляют размышлять над идеей автора. Я больше сторонник, чтобы в плакате было как можно меньше изображения, чтобы он, так сказать, запоминался. Очень подробные плакаты, картинки, они запоминаются плохо. К тому же не все спектакли, к которым он сделал плакаты, были поставлены. Но вдохновившись пьесой, художник все равно воплощал свою задумку в жизнь. На выставке нет нелюбимых работ, все они выстраданы в муках творчества. Не всегда замысел и идея художника совпадают с точки зрения режиссера. Но в итоге постановщики всегда приходят к компромиссу. И на свет появляется театральный плакат, который становится символом спектакля. Да все оно, как сказать, одинаково легко и одинаково трудно. Потому что, ну, бывает, что легко рождается идея, и потом трудно ее воплотить, так, чтобы она дошла. И наоборот. Экспозиция работ художника представлена в фойе Саровского драматического театра на третьем этаже. Познакомиться с творчеством Владимира Ширина можно перед спектаклем или по коллективным заявкам. Елена Грецкова, Владимир Лисик, служба новостей, Саров, 24. Лучшие барабанщики, гарнисты и знаменные группы. Во Дворце детского творчества прошел ежегодный городской смотр-конкурс «Бей барабан». В этом году организаторы впервые разделили участников на две возрастные группы – младшую и старшую. Всего в конкурсе приняли участие 13 пионерских и детских организаций. Продемонстрировать мастерство в унасознамения, умение играть в пионерские марши собрались те, кто освоил программу «Школы пионерских профессий». Подробности далее. Ольга Черевута на барабанах играет уже 5 лет. За это время она наизусть выучила большинство пионерских сигналов и ритмов. На ежегодном конкурсе «Бей барабан» она среди тех, кто показывает мастер-класс для юных пионеров Сарова. Тягу именно к этому инструменту она объясняет очень просто. Я просто смотрела на разные картинки из СССР, смотрела, что вот, там такие красивые ребята, пионеры, так красиво играют, и мне тоже так хотелось. По словам Ольги, у пионеров-барабанщиков очень ответственная работа. Именно они сопровождают знаменные группы во время выноса знамений организации, сопровождают парады и торжественные мероприятия. Своим опытом девушка готова делиться с подрастающим поколением пионеров. Для начала нужно научиться правильно держать палочки. Без этого никак не получится. И нужно уметь палочками играть. Нужно играть не всей рукой стучать палочкой, а нужно только ладонью. На конкурсе знаменных групп, гарнистов и барабанщиков «Бей барабан» каждая из пионерских дружин школ города старается показать максимум, на которые способна. Компетентный жюри оценивает четкость шага группы, как отдаются команды, какие сигналы подает гарнист и знают ли эти сигналы пионеры, как держит ритм барабанщик. 9 мая мы всегда ходим на парад. Каждый год у нас проходит огромное количество традиционных мероприятий, которые не могут обходиться без выноса знамений. Нам нужно открывать наши мероприятия и открывать всегда лучшие ознаменные группы, лучшие барабанщики и лучшие гарнисты, которых мы выбираем сегодня. Десятки ребят в пионерских галстуках, которые собрались в Дворце детского творчества на конкурс «Бей барабан». О советских пионерах знают только из книжек и рассказов родителей. Но, как и прежде, с гордостью произносят гордый пионерский девиз «Всегда готов». И готовы соблюдать традиции и чтить символы этой детской организации. Кирилл Васенин, Артемий Глазков, Сергей Рябов. Служба новостей Саров-24. В спортивном зале 7-й школы прошел полуфинал городских соревнований «Мама, папа, я – спортивная семья». В них традиционно принимают участие воспитанники дошкольных учреждений и их родители. В очередных полуфинальных состязаниях приняли участие спортсмены из 9-го, 30-го, 31-го и 40-го садов. О том, кто получил путевку в финал, расскажем в следующем репортаже. Семейные эстафеты «Папа, мама, я – спортивная семья – отличная возможность отвлечься от работы, бытовых проблем и посвятить еще больше времени своим родным и близким. Семья Бариновых на соревнованиях защищала честь детского сада номер 9. Спортивные и активные родители уверены, что в таких эстафетах важен не столько результат, сколько масса положительных эмоций и драгоценные минуты общения с семьей. Они как-то объединяют с семьей. Мамы работают, папы работают, дети в садике, а тут все вместе. И спорт – есть жизнь. Папа Алексей, мама Татьяна – люди спортивные и единогласно поддерживают идею здорового образа жизни. Туристические походы, занятия по стретчингу и многое другое. Своего сына Романа супруги решили записать в футбольную секцию. Юный спортсмен достойно выступил в полуфинале семейные эстафеты и с уверенностью может назвать качество настоящего чемпиона. Чемпион должен был быть быстрым, сильным, ловким и смелым. Эстафета состояла из нескольких этапов. Участникам предстояло обвести мяч вокруг конуса, надеть шуточную хоккейную форму и довести шайбу до финиша, продемонстрировать меткость, ловкость и скорость. Семье Бариновых удалось без труда обойти соперников и завершить практически все эстафеты на лидирующих позициях. Татьяна Баринова считает, что в этом команде помогла любовь к спорту, который, как известно, закаляет не только тело, но и дух. Плюс еще саморазвитие, дисциплина. Ребенок стал как-то организованный, что ли. То есть он знает, что у него, например, среда, в субботу у него тренировка, то есть он обязательно должен собрать форму. По итогам полуфиналов определится список команд, которые поборются за победу на заключительном этапе городских соревнований. Финал семейной эстафеты «Папа, мама и я. Спортивная семья» пройдет 16 марта в спорткомплексе «Юниор». Это все, о чем мы успели рассказать сегодня. Следите за новостями города в группах канала «16» в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбук и Одноклассники. Подписывайтесь на наш канал в Ютубе и смотрите все информационные выпуски, авторские программы и расширенные версии репортажей в удобное для вас время. В студии работал Константин Перевозчиков. Всего вам доброго и хороших новостей. Продолжение следует...